На этой тренировке «Адмирала» никого не узнать. Команда практически полностью обновилась. Из порядка 40 игроков лишь малая часть была в составе в прошлом сезоне. Поэтому на льду, помимо проявления себя, хоккеисты занимаются тем, что поближе знакомятся с товарищами. Владивостокский сбор в самом разгаре, а значит в ближайшие пару недель «Адмирал» определится и с основным составом, и с тем, как будет играть клуб. Некоторые ребята чуть быстрее входят в форму, другие попозже набирают. Задачи мы будем торопиться не будем. Мы спокойно даем всем шансы проявить себя, показать себя и попробовать попасть в состав основной. Построим свою игру более на активном хоккее, потому что у нас молодая команда. Нечего ребят молодых держать в облабороне. Будем послать их в атаку больше. Сергей Светлов, к слову, уже работал с моряками в 2013-2014 годах. Вернувшийся в апреле специалист отметил, что сейчас в команде, как и в те времена, здоровая конкуренция. И действительно, новых и, что важно, молодых лиц, готовых биться за место в составе, немало. Это было видно на двухсторонней игре, в которой себя смог попробовать каждый. Общие рамки нам назвали, как играть. Ну и потихонечку сыграли после четырех дней тренировок. Сначала сейчас плодотворно поработать, пройти сборы. Хорошо себя подвести к чемпионату, но и там уже выступать хорошо. Настоль хороший, отличный боевой. Остались и некоторые хоккеисты с прошлых сезонов. Например, Никиту Серебрякова, на глазах которого меняется вся команда, по праву уже можно назвать старичком адмирала. Но организовать дедовщину не получится. На пост основного вратаря тоже немало кандидатур. Я так понял, мы будем играть в агрессивный хоккей. Но это больше вопрос к тренерскому штабу, потому что мы пока тренируемся. У нас определенной пока тактики нет. Но так посмотрим. Ребята выходят на лед, доказывают, работают. Поэтому будет интересно, молодая команда. Поэтому будет интересный хоккей. Адмиральские сборы во Владивостоке продлятся до 6 августа. За это время моряки успеют провести товарищеские встречи с Хабаровским Амуром. После этого клуб отправится на выездную подготовку. Сезон КХЛ приморцы начнут 3 сентября выездным матчем против Сочи. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.